Ребята, всем привет! У нас сегодня с Ирочком выходной день, поэтому мы решили себе поехать в Ширванский национальный парк. Мы там ни разу не были. Кстати, находятся не так уж и близко, где-то 2 часа езды в одну сторону. Но пойдем посмотрим. Мы хотим там поехать, показать, поснимать все и ведемся обратно домой, потому что завтра у нас на работу. Мы приехали, это вход в этот парк. А тут что-то есть вообще? Не знаю, кстати. Ну вообще, наверное, же вход должен быть платным, по идее, да? Мне кажется, там никого нет. Ну, туда поехали. А, нет, там кто-то есть. Топ был, оказывается, для рабочих въезд, а это уже для посетителей. О, ну, конечно, он такой вот уже симпатичный. Только, по-моему, опять никого. А, или впереди. А, впереди, наверное. И вход, сколько стоит вход, тебе скажу? Вот стоит три маната, по-моему, сейчас мы точно уточним. О, смотрите, какие здесь машины для туристов. Прикольно. В общем, мы решили сами поехать, потому что... Своим входом, да. Да, потому что много людей, много детей. И будет очень шумно, и распугаем животных, нам сказали. Поэтому мы сейчас быстро выдвигаемся вперед, чтобы показать вам диких животных. Сколько ты за вход заплатил в итоге? Два маната стоит с человека. За маршрут эти деньги не взяли. Обычно берут тоже, но нормально. Четыре мы это заплатили, вот. Но территория большая, конечно, да, здесь. Нам дали вот такую вот карту. Территория очень большая, поэтому мы сейчас на машине это будем все объезжать, смотреть. Этот парк находится в степной местности. И, как указано в брошюре, здесь есть и джейраны, и дикие кабаны, и косули, волки, лисы, разные птицы, змеи. И в озерах там рыба осетр и еще какие-то рыбы. Сейчас мы подъедем поближе, уже будем смотреть. Ой, вот же ираны, посмотрите. Поймали кадр. Я, конечно, приблизила. Качественно. Очень сложно их видно. Да. Я только как увидел, да, сразу. Офигеть. Так, надеюсь, нам еще повезет, и мы много кого увидим. Это что такое вообще, ребята? Просто гляньте на это стадо. Офигеть. У нас небольшой питстоп, чаепитие. Мы решили сделать перерывчик, посмотреть на джейранов. Красота. Надеюсь, меня слышно, потому что здесь такой ветер, из-за того, что степь. Мне стало интересно, насколько они меня к себе близко подпустят. И потому что они, а, видите, начали, о, все, видите, как начали сразу двигаться. Хотя между нами расстояние, ну, я думаю, что метров, наверное, 500, наверное, даже будет. Они сейчас очень далеко от меня. Видимо, видно, ребята, вот видите, вот это они. Все, они начали двигаться, так как только начал идти к ним. Да, здесь, конечно, масштабы очень-очень большие, огромные. И прикольно тем, что никого нет пока что. В той стороне там очень много людей. Надеюсь, они до нас не дойдут. То есть мы здесь сами сможем погулять, побродить. Вот видите, вот среды. Это все среды. Вот же видно. Все, тогда поехали дальше. Да? Да, давай. Увидели с Сирончиком такую смотровую. Сейчас поднимемся, посмотрим. Да, к сожалению, с собой не взяли бинокль. У нас дома он есть, но мы его забыли. Если у вас есть, обязательно бейте его с собой, когда будете сюда приходить. Потому что тут, конечно, просторы просто нереальные. Увидели с Сирончиком такую смотровую. Сейчас поднимемся, посмотрим. Да, к сожалению, с собой не взяли бинокль. У нас дома он есть, но мы его забыли. Если у вас есть, обязательно бейте его с собой, когда будете сюда приходить. Потому что тут, конечно, просторы просто нереальные. Лестница, конечно, древняя. Но Ирончик боится. Но я говорю, что ничего бояться не надо. Тут такая жестянка стоит. И балки огромные, что ничего страшного не будет. Вот лестница, да, немножко опасная. Да, не, ничего не будет, не бойся. Что стрёмно. Что стрёмно? Братно, он как раз прогибает. Не, нет, всё нормально, не переживай. Так, ну что мы здесь видим? Ну вот, вот видите, опять там Джейрана впереди. Сейчас увеличу вам. Конечно, да, бинокля здесь не хватает. А вот, ребята, сафари, если вам видно, вот едут три машины. О, и Джейрана разгоняет. Джейрана переходит в нашу сторону. Видимо, люди там их напугали немножко. О, как они бегают. Как бегут. Да. Но вот шумно, вот даже вот мы здесь, находясь, слышим шум людей. Вам, наверное, не слышно, но всё это слышно. Да, жалко, конечно, животное. Ну, как жалко, наверное, здесь, конечно, у них здесь простор. Они здесь делают, что хотят. Но всё равно, вот мы, люди, приходим и их немножко тревожим. Блин, как клёво они бегают вообще с такой скоростью. О, вот, смотрите, здесь мобильны. Прям подпрыгивают. Ну да, было бы прикольно на такой машине тоже, конечно, покататься. Она открыта, всё продувается. Но наша лучше. Мы быстро сели в машины. Едем сейчас за вот этими джипами, потому что они знают территорию лучше, чем мы. А здесь вообще указателей очень мало. Кстати, и очень много разных дорог. Поэтому едем за ними, вдруг они нам что-то интересно подскажут. Ещё, ребят, почему вот мы так выбросили на такую дорогу? Хотим проверить немножко нашу машину. Как, в общем, здесь, конечно, дорога лайтовая, но всё равно машина проверяется. То есть проверяем её характер, как она едет. Но очень удобно, очень комфортно. Конечно, на Subaru тоже везде бы проехали бы, но эта машина всё равно комфортнее намного. Пришли в такое место, ребята. Здесь есть тоже смотровая. Можно залезть на это здание, подняться. И там будет видно озеро. Тут очень много машин. И тут такой котей, как вообще, сладкий такой. Такой большой. Ты голодный? Он не хищный случайно, не дикий. Тут, потому что обитают камышевые коты. У нас нет, 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 нечего угостить. Здесь, наверное, мышей ловит. Сейчас мы его чем-то накормим. Вот так вот можно подняться, сказали. Да, здесь виды красивые, конечно, с высоты. Потому что нету гор, нету того, что может переградить обзор. Поэтому очень классно. О, вот и озеро. Небольшое, конечно, но что-то видно. Просто гляньте, какой аппарат у мужчины. Вот аппарат, он просто огромный. Я представляю, как он увеличивает. Там такой зум. Да, да, зум. Можем видеть все. Ребята, сколько здесь черепах. Вот мы, я вот вытащил камеру. И штук пять увидел, прям таких больших. Блин, уже не видно, конечно. Очень много черепах. Они сразу шли под воду. Тут один котик. А, ну, один его снимал, да? Ты его снимал? Да. В общем, он так мявкает, просится. А у нас из еды только вареные яйца есть. О, оно прям так, оно разбито как раз. Ну, сейчас посмотрим, буду такое есть. А, ой-ой-ой. А тут грязно везде, давай. Идем, на, хватай его. Ух, как он оживился сразу. Он голодный, что ли? Он должен мышек полевых тут кушать. кушает голодный маленький да попросай ероч а вот здесь есть вот он такой он такой хищный он ловит туда всякие тут по-другому не выживешь кушай, кушай зато просит, да, у приезжих да, он хитрый, типа говорит, что мы даем не ест а именно у приезжих что-то выпрашивает сладкий я думаю, я тебе еще никто не давал еще припарковали машину, здесь также несколько машин, видимо там люди сейчас будут и вот такая эстакада должна быть, которая выходит прямо к озеру о вот там, ребята, шумноватые там много людей, я смотрю да, в общем там очень много людей и вот эта очередь, можно сказать которые уже ушли и другие люди зашли, посмотрели на озеро ну да, неприкольно, конечно да, я думал там будет прям такой широкий вход в озеро будет классно все видно но не все так просто конечно, идем по такой эстакаде, ребята покрытая камышом по жестянке но там я воды пока не вижу правда вот и озеро, но мы ждем, чтобы люди немножко пофоткались, поснимали а потом будет наша очередь айончик делает фотки да да, ребята, вот у озера как бы его основной главный вид ну да, ничего особенного птичек не видно ничего не видно озеро и озеро, короче и есть лодка каноэ или дали бинокли посмотрите спасибо молодому человеку, дал нам бинокли посмотреть но с биноклом, конечно, картинка совсем другая можно, не знаю, но часами, наверное, разглядывать все детали, все видно все отлично видно да, жалко мы свой не взяли, конечно но главная достопримчательность этого места я считаю, что это джейрано все равно не вот это озеро не какие-то там виды это именно джейрано брать с собой какую-то оптику которая хорошо увеличивает и просто смотреть и любоваться этим у нас время обеда мы проголодались немножко не нашли места, где можно пойти покушать поэтому пошли в такой вот заброшен дом тут у него беседка есть посидим, покушаем а там уже получается уже выход с парка и мы еще поедем в город Ширван там тоже походим потому что еще время не так долго прошло так что еще здесь потусуемся и потом в Баку поедем в общем мы с Ирончиком посмотрели по карте где находится Ширван и по своей красоте он здесь сейчас нас вообще не впечатлил поэтому да, еще туда ехать 40 минут поэтому мы будем ехать обратно но сейчас что-то если по пути увидим такой красивый городок если там будем приезжать то покажем поснимаем кстати мне опять прилетел штраф 100 монат смс пришла короче штрафы меня никак не хотя вроде бы не нарушал аккуратно ехал то есть но нигде я не гонял везде ехал спокойно но 100 монат пришел штраф короче вот так вот ну не а